В Балакове собираются менять сеть автобусных и троллейбусных маршрутов. Работать над корректировкой схемы будет организация из Воронежа. Но получат ли горожане то, что ожидают? Произойдет ли реальное изменение? Об этом сегодня городские депутаты поинтересовались у проектировщиков. Замена светофоров, знаки, схематично меняться, дополняться. Где-то, может быть, потребуется расширить дорожное полотно, перенести остановку, это все, как вы включаете. Как пояснили представители Дормостпроекта, их работа будет проводиться в двух направлениях. Составление комплексной схемы организации маршрутов и программа развития транспортной инфраструктуры. Специалисты проведут обследование интенсивности и состава транспортных потоков и дадут рекомендации, какие направления необходимо изменить или оборудовать заново. Будет проведено сплошное обследование, то есть будут все маршруты обследованы. Учетчик в салоне ездит целый день на том или ином графике автобуса и фиксирует выходящих пассажиров. То есть ездит по кругу, пересаживается в следующий и таким образом мы исследуем весь маршрут. Ключевые остановочные пункты, выбранные нами у 34 ключевых остановочных пункта. Кто будет сидеть и мониторить эту ситуацию? Кого хотите? Мы будем привлекать здесь людей, проводить обучение. От того, что вы обучите студентов наших, с ними вы должны понимать, проработают наши сотрудники, наши водители, и вы не увидите ту картинку, которую реально там есть. Поэтому видеофиксация предпочтительна непосредственно в салоне в течение всего рабочего дня. Для учета мнения и предложений жителей планируется провести опросы в виде анкетирования в интернете. Вы будете проводить анкетирование. Прекрасно. На сайте администрации анкеты будут размещены в соцсетях. Отлично. Но в основном у нас очень много пожилых людей ездят на общественном транспорте. Вот как их вы планируете анкетировать? В местах притяжения какие-то рынки или торговые центры поставить учетчиков, которые будут с анкетами. Уже лично давать, понимать, что дети человеку и опрашивать его. Кирилл Лаврентьев, который много лет занимается пассажирскими перевозками, отметил необходимость изменения схемы движения, но при этом обозначил главную проблему. Разработка идеального плана не станет гарантией, что все будет работать. В нашем городе загвоздка в нехватке водителей и в несоблюдении интервала из-за малого количества автобусов. Нужно понимать, что разработка и получение даже идеального плана транспортного обслуживания населения города Балакова не является гарантией того, что будет все работать так, как мы будем. Потому что на сегодняшний день основная проблема города Балакова даже не в том, что у нас маршрутная сеть плохая или она неактуальна на сегодняшний день. Проблема совсем другая. Депутаты отметили необходимость включения в схему маршруты с заездом в новые микрорайоны, а также использование моста Победы, через который сегодня ходит только 15-й автобус. Также звучали предложения вспомнить уже недействующие маршруты. Мониторинг вы будете проводить только в существующих маршрутах или тех, которых маршрутов не существует, или которые существовали, но в силу определенных причин были ликвидированы. До этого был маршрут номер 4, но какое-то время, значит, он поработал, потом приняли решение, что он нецелесообразно, его ликвидировали. Может быть, он как схема была, его не совсем так правильно составил. Я не знаю, причину какую-то ликвидировали, но потребность стоит и очень большая. Пяти городских маршрутов, которые ранее действовали, они там, ну, понятно, экономическим причинам, они были, так скажем, закрыты. Разработчики пояснили, что в итоговом документе будут предусмотрены несколько вариантов развития автобусной и троллейбусной сети, но все будет зависеть от финансирования. Образно говоря, будут у города деньги, будут и нововведения. Да, идеальная картинка, она потребует, ну, это все понимают, мы не вам рассказываем, соответствующих положений. Город будет определять сам, что он на сегодняшний день сможет сделать. По большому счету, эта схема необходима для того, чтобы впоследствии город мог участвовать в различных программах по оснащению автобусами и троллейбусами. Не факт, что после получения документации пассажиры заметят большие изменения в самих маршрутах. Добавим, что на разработку новой схемы потребуется 180 дней. Волоковцы также могут представить свое видение развития пассажирских перевозок, направив пожелания в управление дорожного хозяйства и благоустройства.